Сейчас мы разберемся, откуда берутся белые пятна на коже. Смотрите видео до конца, чтобы узнать, какое участие в этом процессе принимает щитовидная железа. Как каша и отруби убивают пигмент вашей кожи? И каким образом использовать йод, чтобы исправить ситуацию с витилиго? Страшные слова – гипотиреоз, зоб и гипертиреоз. Большинство заболеваний щитовидной железы – это аутоиммунные заболевания, каким является витилиго. Гипертиреоз – это заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов Т3 и Т4. Из-за перенасыщениями все внутренние процессы организма ускоряются. Человек сталкивается с тахикардией, резкой потерей веса, тремором, повышенной возбудимостью. 70% из заболеваний – это аутоиммунные заболевания Грейвса. Гипотиреоз – это дефицит тиреоидных гормонов. Симптомы обычно – это непереносимость холода, ощущение слабости и увеличение веса. 90% заболеваний – это аутоиммунные заболевания Хошимота. Сказать, что причина в низких или высоких тиреоидных гормонах, по сути, пустой воздух. Проблемы это знание не решит. Врач, скорее всего, скажет, что это наследственно. Проводятся исследования, и врачи пытаются найти причины этим заболеваниям. И препараты, которые вам прописали, они вам очень необходимы. Но они, по сути, только позволяют вам ужиться с этими заболеваниями. А тут еще витилиго стало проступать или началось до диагноза. В любом случае, необходимо лечить эти заболевания. Однако, будет полезно знать, что при гипотиреозе и приеме гормонов щитовидная железа начинает лениться. Обычно, проблема со щитовидной железой – это больше симптом других нарушений. Например, гормон Т4 – тироидный гормон с четырьмя атомами йода, неактивный. И его должна активировать печень. Если с печенью есть проблемы, то это, как правило, угнетенное состояние печени, воспаление печени, жировая инфильтрация печени, цирроз. И этот гормон не будет активирован, а значит, будет дефицит тироидного гормона Т3. 70% Т4 превращается в Т3 – тироидный гормон с тремя атомами йода в печени. Оставшиеся 30% Т4 превращаются в почках. Если у вас инсулинорезистентность, когда инсулина в крови много длительное время и клетки перестают на него реагировать, тогда поджелудочная железа вырабатывает еще больше инсулина и так по кругу. Или предпосылки к диабету. То почки тоже плохо работают, а инсулинорезистентность есть у большинства. Для перевода Т4 в Т3 нужны селен и цинк. Если кислотность в желудке низкая, вы чувствуете изжогу, тогда эти микроэлементы не будут усваиваться. У вас будет недостаточно селена и цинка. При синдроме дырявого кишечника некоторые белки начинают попадать за стенку толстого кишечника, что вызывает аутоиммунную реакцию организма. Тело начинает создавать антитела, которые нападают на щитовидную железу. Еще высокий уровень эстрогена и кортизолы мешают работе щитовидной железы. В основном болезнь щитовидной железы имеет аутоиммунный характер. Для производства кортизола нужно очень много витамина D. Дело в том, что витамин D регулирует клетки Т-лимфоцитов, а точнее Т-хелперов. Эстроген тоже контролирует Т-лимфоциты. Именно из-за него гипертириоз у женщин встречается в 8 раз чаще. Эти клетки сигнализируют иммунитету, кого и когда атаковать. К тому же провоспалительные цитокины тоже регулируются витамином D. А они, по сути, говорят организму, к какой степени должно быть воспаление. Когда витамина D мало, Т-хелперов и провоспалительных цитокинов становится слишком много. И это приводит к аутоиммунному заболеванию. Как вы видите, все очень связано. А что может быть еще сильнее связано с фитилиго и щитовидной железой, как непитание? Непереносимость, чувствительность и аллергия на глютен провоцируют иммунитет атаковать белок глютен. Глютен очень похож на ткани щитовидной железы. При дефиците витамина D иммунитет путает глютен, и вот он уже начинает атаковать щитовидную железу. Наладить питание – один из самых важных моментов в борьбе с фитилиго, но это не быстрый процесс. Он потребует сил, времени и дисциплины. И полагаться на то, что пятна пройдут сами – опасная стратегия, так как ситуация может усугубиться. Если вы хотите увидеть результат уже сейчас, то необходимо давать коже полноценный уход не только изнутри, но и снаружи. Это увлажнение и заживление. Важно использовать не агрессивные средства, чтобы не навредить коже, которая и так находится в стрессе. Есть крем Витциферол. Это негормональное средство, которое восстанавливает пигмент мягко, без агрессивного воздействия в течение месяца. Переходите на сайт в описании к этому видео, чтобы рассчитать срок заживления именно в вашей ситуации и приобрести крем, который помог уже более 400 пациентам в лечении витилиго. При аутоиммунном заболевании всегда идет речь о воспалении. При витилиго воспаление вызывает окисление и лишнюю перекись водорода, которая разрушает меланин в клетках кожи. Все злаки провоцируют и способствуют воспалению из-за фитиновой кислоты. Самое страшное при этом – здоровые добавочки из-за трубей. При гипотириозе нельзя принимать йод. Продукты, содержащие его, как, например, спирулину. Также стоит с опаской относиться к желчным солям типа тутка или урсодезоксихолевой кислоте. Обычно причина гипотириоза – это недостаток йода. Увеличенный зоб, выпученные глаза, повышенное потоотделение, быстрый метаболизм, плохой сон могут указывать на гипотириоз. Ускоренный метаболизм значит, что и продуктов питания, и витаминов из них нужно больше. А значит, продукты будут просто сгорать, увеличивать дефицит питательных веществ, что тоже может повлиять на витилиго. Хотя, что значит повлиять? Уже влияет. И по зобу природа не поможет вам понять, что у вас – гипер- или гипотириоз, так как зоб может увеличиваться в обоих случаях. Здесь не повезло. Гипотириоз может быть спровоцирован бромом. Его добавляют в тесто, как разрыхлитель для улучшения его свойств и вкуса. Бром блокирует йод. Фтор из нефильтрованной воды тоже понижает йод. Курение и алкоголь мы сейчас затрагивать не будем. Все и так знают, что это не полезно. И говорить, что они понижают уровень йода, нет смысла. Какое у вас заболевание должен установить врач-эндокринолог? Скорее всего, один из анализов, на который вас пошлют, это анализ на антитела. Тиреопероксидази. Очень информативный тест для определения аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Тест назначают пациентам с признаками дисфункции щитовидной железы, а также с патологическими результатами анализов на ТТГ. Тироидный гормон Т4 и Т3. Помимо этого, мы очень советуем вам, чтобы вы проверили уровень витамина D в вашей крови. И чтобы ваш врач составил вам курс приема этого витамина. А для себя вот подсказка, которая поможет идентифицировать проблему. Нанесите йод на кожу. И если увидите, что он быстро впитывается, то у вас, скорее всего, гипертиреоз. Ранние признаки гипертиреоза будут выпадение бровей, особенно с внешней стороны, сухие, тонкие и выпадающие волосы, чувствительность к холоду, медленный метаболизм и лишний вес, равномерно распределенный по всему телу, рыхлый жирок, усталость и депрессия. Как из этого всего можно понять, и проблемы щитовидной железы, и проблемы витилиго больше похожи на симптомы. На общие симптомы одних и тех же проблем. Как ни посмотри на проявление витилиго, мы упираемся в важность гормональной системы. Эндокринные железы руководят нашим телом, а значит обойти стороной щитовидную железу не получится. А чтобы избавиться от белых пятен на коже, уже сегодня покупайте крем Витциферол. По ссылке в описании к этому видео и смотрите эти ролики.